привет я тут себе недавно приобрел наушники logitech g35 и решил записать видео про них они пришли вот в такой вот коробочке лежали они вот в этом пластике в комплекте была инструкция на разных языках шли с ними в комплекте еще такие вот накладки можно поменять верхнюю часть на одну из тех которые идут в комплекте по моему они даже немножко разные по форме я не менял все как есть она и так удобно сидеть на голове как бы одевается и все очень даже удобно ничего не дает все мягко приятно эти вот чашечки ложатся к ушам уши не не достают динамиков можно у них довольно таки долго просидеть звук они изолируют когда при прижимается к ушам такие хорошие неплохие наушники приятные такие на вид матовая у них поверхность такая на ощупь тоже приятная длинный длинный у них кабель идет по моему два или три метра мне этого хватает даже больше чем надо вот микрофон тоже хороший не шумов никаких не фонов не тресков ничего нету чувствительны очень и того что я даже мое дыхание даже слышно при опускании он включается при поднимании он выключается вот когда выключен то здесь на краешке микрофона загорается лампочка то есть даже если он опущен и выключить его кнопочкой которая есть на самом наушнике то загорится лампочка и будет видно что он отключен удобно то что здесь можно при прослушивании музыки этими кнопками поставить паузу переключить их треки туда-сюда можно назначить разное действие на эти клавиши регулятор громкости здесь есть клавиши переключения звука объемного виртуальный 71 здесь переключаешь он включается ну нужна программа без программы они не выдают звука по-любому надо скачивать программу с официального сайта и тогда она будет работать если программа выключена переключил ничего не произойдет если включена ты например переключила закрыл программу то уже не выключишь но вот так что только с программой и этот звук объемный в 7.1 в программе когда вот прослушиваешь тест именно этого звука хорошо слышно как бы там говорит мужской голос в каждом из каналов и это ощущается то есть вокруг тебя он как будто бы проходит и это все слышно хорошо очень потом идут выстрелы там какие-то монстры сражаются с людьми тоже как будто бы действительно находишься в центре всей этой ситуации но именно вот в играх может быть не так оно где-то не везде это реализовано потому что вот в кс я пробовал как-то не особо я ощутил этот 3d звук как бы что и на обычных наушниках что и на этих особо как-то разницы не заметил хоть и включал этот 3d звук кнопочкой как-то особо ничего такое не сильно услышу просто появляться какое-то такое отдаленное что-то такое, звуки приобретают какое-то такое, как будто бы они ну такое, что-то есть, как будто оно объёмное такое, ну как будто вот так вот где-то оно есть, так вот вдали что-то такое, ну блин как это описать? Типа оно появляется какое-то объёмное, вот именно как будто как на этом на записи этой, что ты в центре, всё это оно такого нету, то есть так сильно оно не ощущается особой разницы я и не заметил вот, потом что еще? Еще в этой программе, которую ты скачиваешь, потому что в комплекте ее не идет, это вот все, что есть, накладки и инструкция. Программа с ней не идет. Ты скачиваешь сайта, а на сайте написано, что теперь не поддерживается изменение голоса. Если раньше в этих наушниках можно было изменять голос, то сейчас написано на сайте, что Logitech больше не сотрудничает с этой конторой, которая предоставляла им такие функции, и, соответственно, изменение голоса теперь невозможно. То есть одна из функций, ради которых я ее и их брал, эти наушники, недоступна. Еще, что мне не понравилось, это вот эти вот фиксаторы. То есть на других наушниках ты щелкнул, и оно стоит, а здесь же вот оно как-то так болтается, и очень легко уходит вперед и назад. То есть положив на стол, бывало я брал их, и они уже на другой позиции, потому что положил оно раз, щелкнуло на другой позиции. Ты их открыл, положил оно раз, и там где-нибудь изменилось. Тоже неудобно, оно как-то все, нет такой сильной фиксации, и раз, и ушло. То есть как-то так не очень. Потом еще при включении микрофона, когда именно микрофон задействуется в какой-то программе, при нажатии на Null Lock, Cap Lock и Scroll Lock, одну из этих клавиш, отключаются наушники полностью, то есть вылетает микрофон и звук. И если это плеер, можно просто нажать стопы и воспроизведение, и все вернется, как и было. Но если это игра, нужно будет заново выбирать устройство воспроизведения. Ну, они отключатся, через секунд 5-10 подключатся, и надо будет заново выбирать устройство. Ну, все заново, короче. Не знаю, может быть, это проблема моей системы. Может, идет конфликт наушников с клавиатурой. Не знаю, может быть так. Может быть, дело в самих наушниках. Еще, ну-то, так-то они нормально, хорошие наушники. Я бы им пользовался, но по всей видимости, вот здесь, на этом ухе, где расположены клавиши, регулятор громкости, микрофон, здесь, скорее всего, стоит и встроенная звуковая карта. И вот здесь, почему-то вот, при включенном микрофоне получается, когда программа использует, любая программа использует микрофон, то здесь, вот в этом ухе, появляется тоненький писк. И если, например, играет музыка, видят какие-то активные действия в игре, там, выстрелы, там, машины, танки, все летит, гримит, взрывается, то все нормально. Но если ты сидишь в полной тишине, то это просто невозможно слушать. Оно просто сильно давит на уши. Ну, то есть, писк тоненький, но он реально мешает. Вот именно из-за этого мне эти наушники не нравятся. И поэтому я от них отказываюсь и беру другие. И, кстати, именно это стало причиной того, что эти наушники сняли с производства. Потому что именно этот писк был во всех этих наушниках. Их выпускали около года, наверное. Потом они, ну, нашли этот, из-за чего проблема была, пофиксили ее. Какое-то время выпускали нормальные уже наушники без этого писка. Но, как бы, все равно прекратили, потому что много сильно брака вышло. И сейчас они сняты с производства именно по этой причине. Ну, если, как бы, нечасто пользоваться микрофоном, и, либо, если им пользоваться, ну, например, в играх, где шум, там, гамма, ничего не слышно, именно этого тихонечко, тихого писка, то будет нормально. Но, если, допустим, в той же КС сидеть, там, где-нибудь и слушать вражеские шаги, то это будет реально напрягать. Ну, или просто где-нибудь с кем-то сидеть, общаться, допустим, в скайпе, то в момент тишины вот этот писк, он будет просто сильно давить на нервы. Поэтому это самая большая проблема этих наушников, именно поэтому приходится от них отказываться. Хотя, так, хорошие наушники, я бы ими пользовался, если бы не этот адский писк, который через какое-то время вообще, ну, если вы постоянно слушаете, оно реально как-то напрягает. Вот, на этом все. Пока!